Девятого декабря В нашей стране отмечался День Героев Отечества Этот день объединяет традиции прошлого и настоящего Десять лет назад на территории нашего района На протяжении трех дней проходил молодежный крестный ход Участниками которого стали и учащиеся седьмого лицея Которым в то время руководил Николай Иванович Логунов Именно благодаря ему в нашем Фурмановском районе Были установлены силами педагогического и ученического коллективов Лицея памятные знаки, большие валуны специально отшлифованные С информационными табличками На них основные сведения о тех событиях Которые случились в начале 17 века в нашем районе Который в истории России получил название «Смута» Так именно и называется небольшая книга Лидии Павловны Королевой Вышедшая в частном издательстве Николаевых За два года до этого молодежного краеведческо-патриотического похода Именно это исследование местного краеведа И подтолкнуло директора седьмого лицея К установлению памятных знаков В народной памяти сохранились и передавались из уст в уста события того времени Совершенно уникальным в истории нашей Родины остается тот факт Когда простые люди-крестьяне, смерды купечества, мелкое дворянство Объединившись, не имея главы государства При полной несостоятельности высшего боярства Смогли подняться на врага И разгромить его Сила народного единства способна творить чудеса По преданию в окрестностях села Михальково находился Космодемьянский монастырь Предание от старожилов села Михальково было зафиксировано фурмановскими краеведами Валентином Лапшиным и Виктором Бабиковым К счастью, время сохранило несколько письменных источников, подтверждающих данный исторический факт В 1609 году был разграблен, сужен поляками Если мы придем в село Михальково или в деревню Баскакова И там коренные жители, они об этом до сих пор говорят, как будто это вчера происходило Потому что им об этом рассказывали их деды, прадеды, родители И вот на этом месте, где был сужен Космодемьянский монастырь Был установлен вот такой большой камень-валун Который говорил о том, что как раз где-то на этом месте находился монастырь Что говорит предание? Предание говорит о том, что был небольшой монастырь в лесу Находился он на большой возвышенности Теперь там на этой возвышенности сельское кладбище как раз находится Как выглядел этот монастырь, сказать, конечно, трудно Но вот из Песцова, художницы Фролова, монастырь села Песцова Она вот так представила этот монастырь Вполне вероятно, что может быть что-то подобное у нас здесь было Предание гласит о том, что округ у нас, конечно, вся горела Много сел перестало существовать Поляки убивали людей, крестьян, разоряли все в округе И монахи знали прекрасно, что в этот монастырь поляки придут И чтобы не досталось главной святыне монастыря, они сняли колокол Сняли колокол, и этот колокол погрузили в воды Где-то, в общем, спрятали, опустили в воду Держали оборону три дня Хотя вот слышала я такое, что не могло этого быть Что монахи не имеют права оружия в руках держать Но если мы вспомним, что несколько месяцев Троица Сергиев монастырь держал оборону То документально это подтверждено, что там оборону держали не только стрельцы, простые люди Но в руки оружия брали и сами монахи Но наше предание вот как раз говорит о том, что три дня наши монахи как бы сопротивлялись Но монастырь был окружен, им ничего не оставалось делать Как выйти навстречу Конечно, сколько их там было, немного однозначно И в неравном бою, конечно, не все погибли Монастырь был сожжен А место, где, значит, происходило это сражение Называлось раньше Стрелица Потом стал называться Стрелецкий луг А потом уже стал называться Борский луг И даже вот если мы сегодня будем разговаривать с жителями Михалькова Старыми, кто там родился Они говорят, что этот барский луг огромный был такой И что такая трава там росла большая И что несколько деревень и сел, все там косили И всем травы хватало То есть место было такое известное И об этом до сих пор говорят, как будто так и было Ну вот, на этой фотографии как раз этот камень Это зима 2009 года Мы с металлоискателем, с Владимиром Александровичем Ленковым Наш поисковик известный Он в свое время как раз был в кружке у Валентина Алексеевича И принимал участие в раскопках вот этого монастыря И надо сказать о том, что они нашли пожарище Что нашли там много золы, углей То есть, что там однозначно, знаешь, был Ну, храм, монастырь И что поляки его сожгли Что это даже вот так было Как бы подтверждено, можно так сказать 410 лет прошло стихописываемых событий Молодежный краеведческо-патриотический поход По местам борьбы с польско-литовскими захватчиками В 1609 году проходил с 13 по 15 июля 2009 года Во время которого рядом с памятными знаками Были установлены и освящены поклонные кресты Отслужены поминальные молебны Много людей знает человека, которого уже нет в живых Это Исаулов Борис Станиславович Он был заместителем прокурора многие годы в нашем городе И вот он рассказал историю, которую хранил в своей памяти Которую ему поведала его бабушка Его бабушка Комова Просковья Михайловна Они жили в местечке Масленки Это теперь вошло в состав Дуляпина И вот он вспоминает, что когда они ходили в лес Там за грибами, за ягодами Была, в общем, неплохая дорога Но бабушка всегда сворачивала на лесную Такую плохую дорогу, подходила к одному месту И постоянно она в этом месте останавливалась И очень долго молилась И вот он ее как-то спросил Бабушка, почему мы идем по такой плохой дороге И ты вот здесь все время молишься И она ему рассказала, что в этом месте был монастырь Что его сожгли поляки Что жители деревни Бавлены были убиты И были убиты монахи По той простой причине Что поляки якобы спрашивали Как на Кострому им пройти И они сказали, что они этой дороги не знают Но тот, кто сумел убежать, спрятаться Те остались в живых И, конечно же, вот это предание живо до сих пор Но прежде чем попасть в это местечко Бавлены Тот же Николай Иванович Лагунов У нас экспедиция была Ушел был Аягин, Надь Михайлович Медведев Главный механик наш И был лесник еще из лесничества Дуляпинского И искали мы долго местечко под названием Попово лужа В конце концов нашли мы это все И определились мы Потому что, значит, вот эта женщина Своим мужем после войны Сажала там сосны И, конечно, долго мы плутали И искали В конце концов это место было найдено Было найдено место, где вот этот монастырь находился Было показано место, где был глубокий колодец когда-то И были два холма То есть в одном, как бы, захоронении Это были холмы захоронения В одном были похоронены, где были похоронены монахи этого монастыря А в другом, где были похоронены жители И, конечно, вот на этом месте На этом месте тоже был установлен памятный знак Как назывался монастырь, неизвестно Но тут, знаете, интересная такая вещь Что вот местечко называется Бавленый Бавленый, до сих пор Дуляпинский Все говорят, что ну там Бавленки Куда в лес пошел? В Бавленки То есть, как бы, деревни Бавлены Бавлены, Бавление Но, возможно, было Богоявление Богоявленский, возможно, был монастырь Почему так говорю? Потому что в Юрьевском, который совсем рядом Через какое-то время был построен храм Богоявления Возможно, это была вот память как раз об этом Ну, конечно, прошли годы документов нет Сказать однозначно никак нельзя Благодаря установке памятных камней Люди, побывавшие на местах былых сражений Узнают о подвиге простого народа И могут помолиться здесь Когда я работала еще в 41-м ПТУ В фабрике 50-летия СССР У нас мастером работал Молков Анатолий Степанович Вот, ну так как занимался я краеведением Мы с ним очень часто Он сам был родом из Океевского Дуляпинская сторона И вот он мне как-то рассказал о том, что школа была в Скорисове Это, ну, прилично от Океевского-то Туда за игрищами и вниз к Солонице спуск И вот он рассказывал Говорит, когда мы ходили в школу по дороге С одной стороны были такие небольшие холмики Молодые березки и холмики И мы, говорит, прыгали и прыгали по этим Идем из школы И вот по этим холмикам прыгаем И как-то, говорит, мы шли с дедом И я начал прыгать по этим холмикам А дед мне говорит Не надо, сынок, тут прыгать по этим холмикам Вот, а почему нельзя по этим холмикам прыгать Это могилы Это могилы, в общем, ополченцев которые здесь, значит, сражались с поляками, которые здесь погибли, вот, и они здесь были захоронены. И когда вот уже я в 7-м лицее работала, когда мы начали вот это все дело восстанавливать, я с Молковым Анатолием Степановичем встретилась, говорю, Анатолий Степанович, помните ли вы вот это все рассказывали? Конечно, все, он это помнил. Я говорю, а вы в нашу экспедицию поедете вот туда? Ну, он, конечно, ветеран Великой Отечественной войны, он уже плохо ходил с палочкой, все-таки он с нами поехал. И вот мы приехали в деревню Игрищи, поднялись туда чуть-чуть вверх. Конечно, ну, столько лет прошло уже, ему было за 70, и, конечно, лес уже вырос, эти все маленькие березки. Когда в его детстве были маленькие березки, у него уже большие были, этот подлесок, была густая эта дорога, вот эта старая, ее уже не было, и села Скорисова уже в помине не было, поэтому все заросло, конечно. Но все-таки где-то вот если осенью посмотреть, вот эта дорожка, когда мало листьев, все это просматривается. Вот он нам это место как раз показал и рассказал. Еще он рассказал удивительную историю. Он, значит, в 1945 году, он был в морфлоте, и он, значит, участвовал на Дальнем Востоке, уже в войне с японцами, когда 1945 год, вот. И в 1946 году еще он, как бы, продолжал служить в армии. И он, говорит, прислала мне мать письмо и пишет, что, Толя, мы вот этой осенью делали большую яму копали, чтобы, ну, под борт, под картошку, чтобы сохранить довесную картошку. И мы, говорит, это копали на окраине Почаковского оврага. Рядом с игрищами прямо протекает овраг, который называется Почаковский овраг. И вот, говорит, когда сняли сверху дерн, оказалось, внизу какие-то деревянные плахи лежат. Когда, значит, мужчины эти плахи подняли, оказалось углубление внутри, и что по бокам такими же плахами тоже выложена, ну, как бы, яма такая. Внизу лежит человеческий костяк, и рядом с этим костяком, значит, лежит меч. Ну, ручка, видимо, деревянная была какая-то, то есть, вот, ручка уже не сохранилась, а вот этот меч, как бы, куда это все делалось, конечно, неизвестно. Но, когда мы уже вот открывали камень этот в районе Игрищ, приехали старики, которые потом вот Анатолию Степановичу уже и сказали, что Толя, что ж ты не рассказал, что вот в этой яме с мечом костяк, что это был убит, значит, польский руководитель отряда, пан Почаковский. И что вот здесь, он на этом месте был захоронен поляками, и что именно поэтому, что вот пан Почаковский тут стали называть, а враг стал называться Почаковским оврагом. Камень на том месте, где указал Анатолий Степанович, конечно, тоже был поставлен, и вот здесь запечатлен торжественный момент, когда Николай Иванович Лагунов и Анатолий Степанович Молков открывает вот этот памятный знак. И здесь вот такая вот табличка на этом памятном знаке. Вот. Нина Анатольевна, когда вот выступали, Нина Анатольевна, наша Клюкина, она сказала о том, что мы знаем, что здесь у нас две пушки вот находятся, ручницы в фондах музея Фурманова, и вот эта пушечка, которая побольше, вот она как раз была, оказывается, найдена там под игрищами на месте вот этого сражения. Ну там тоже вот интересный такой факт, тоже зафиксировали наши старые краеведы. Предводитель нашего ополчения был ранен очень тяжело, и его, как бы, раненого увезли в Юрьевское, но он не выжил, и там он был похоронен. На его месте была, после захоронения, на его месте была постальная часовня Георгия Победоносца. Георгий и Юрий – это одно и то же, как бы, вполне вероятно, что вот это часовеньки над Могильной и село стало называться Юрьевским со временем. До этого, может, оно как-то иначе называлось. Ну и в заключении что хочу сказать? Ну, тогда это Ивановское телевидение и наше Фурмановское телевидение, это широко освещалось, писало нашу новую жизнь вот обо всем этом. Но в самом заключении что хочу сказать? Что когда мы приезжали, вот, или сейчас встречаю знакомых людей, которые живут в Дуляпине, или которые живут, например, в Михалькове или в Баскакове, и они говорят, что камни ваши не забыты, что люди, когда идут, они все время там останавливаются. Вы знаете, как-то мне удалось быть после, ну, тоже в августе, после Яблочевого Спаса и в местечке Бавлёны, гляжу, что там и яблочки лежат, и свечечки поминальные стоят, и пусть искусственные, но цветочки. То есть люди эти места уже не забывают, и к этим местам, когда люди идут, они всегда, как бы, с благодарностью к этому относятся. И, конечно, огромное спасибо хочется сказать Николаю Ивановичу Лугунову, Седьмому лицею и всем людям, кто принимал участие в установлении этих памятных знаков и в проведении вот этого удивительного молодежного крестного хода. Спасибо всем. Субтитры подогнал «Симон»